Здравствуйте! Вы смотрите Вести Иркутск. В студии Людмила Сивачёва. Головоломка для конструкторов. Первую партию самолёков Як-130 отправили сегодня с Иркутского авиазавода. На службу каких ВВС заступят машины? Об этом Давид Азизов. Первый пошёл. Уже через несколько минут первые серийные образцы Як-130 Иркутского авиазавода окажутся в грузовом отсеке Руслана. Им предстоит перелёт почти через полмира и уже в ближайшем будущем они заступят на боевое дежурство. Контракт о поставке в эту страну учебно-боевых Як-130 был подписан в 2006 году. В его рамках иностранные лётчики и техники в Иркутске осваивали эту боевую машину. Учились её обслуживать и первый самостоятельный полёт арабских пилотов состоялся в нашем небе. В таких контрактах не принято раскрывать детали, но это достаточно большая партия самолетов Як-130. Алжир для нас является первым покупателем зарубежных этих самолетов. Ну и мы очень горды тем, что эта партия подготовлена к отправке и собственно отправка начинается. Надеемся, что заказчик будет доволен нашей продукцией. Новые образцы задают новые задачи как отправителям, так и перевозчику. До сегодняшнего дня инструкция по транспортировке Як-130 существовала только в теории. Иркутяне первые, кто осуществил её на практике. Конструкторскому бюро авиазавода пришлось разрабатывать новые схемы крепления машин в транспортном отсеке и согласовывать их с перевозчиком. Здесь входят 4 самолета, сушки 2 входят в силу. Нужно будет швартовочные приспособления ставить прямо в кабине ещё, в грузовой. А там на десятке, там одно или два приспособления, здесь три, надо будет устанавливать. Пока грузят первые три самолёта и оборудование, на аэродроме испытания проходит следующая партия Яков. После того, как их протестируют и облетают, эти боевые машины также отправятся в Африку. По словам Алексея Фёдорова, контракт будет выполнен до конца года. И следующим заказчиком авиастроителей станут уже российские ВВС. Давид Азизов, Андрей Воробьёв, Вести, Иркутск. Движение по улице Байкальской в Иркутске планируют открыть 1 июля следующего года. Место строительства третьей, четвёртой очереди, мостового перехода накануне посетил губернатор области Дмитрий Мезенцев и мэр города Виктор Кондрашов. Как рассказал им представитель, председатель союза дорожников региона Анатолий Косяков, по контракту работы на четвёртой очереди должны закончиться в конце сентября 2012 года. Но строители планируют полностью завершить их к середине августа. Губернатор подчеркнул, что городу эта стройка не стоит ни копейки. Всё оплачивает областной и федеральный бюджет. Дмитрий Мезенцев также заслушал отчёт ГИБДД об организации альтернативного движения транспорта на время закрытия одной из главных магистралей Иркутска. Глава региона высказал ряд замечаний и пообещал через неделю ещё раз вернуться к этому вопросу. Мы ровно через неделю, в следующую субботу, с вами проедем внутри вашего ГИБДДшного автомобиля. Повстречаемся с людьми, посмотрим, что вам удалось вот на этом участке. Поговорим с руководством больниц. Они нам скажут, стало лучше за неделю или нет. Но я прошу вас за эту неделю максимально подготовиться. Полвека в работе Братская ГЭС сегодня отмечает 50-летний юбилей. Первый гидроагрегат станции был включён в работу 28 ноября 1961 года. С того времени она произвела более триллиона киловатт-часов электроэнергии. ГЭС постоянно обновляется. В 2010 году завершился первый этап замены рабочих колёс на шести гидроагрегатах. В 2011 начался второй. В течение 5-6 лет установят ещё 6 новых колёс. В рамках празднования юбилея состоятся торжественные мероприятия, встречи с ветеранами Братской ГЭС, почётными жителями города. И к другим событиям. Жестокое убийство в Осинском районе. Там в минувшие выходные охотник застрелил троих человек. Это случилось недалеко от деревни Кутанга. Четверо жителей Усольского района приехали туда на охоту. По предварительной версии сотрудников Следственного комитета, во время пьяной ссоры один из них, Николай Звягин, застрелил своих спутников, а затем заснул в машине, где находились два тела. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Обвиняемый из охотничьего ружья в салоне расстрелял своих попутчиков. Один из них был ранен и выпрыгнул из автомобиля. Звягин вышел и, в общем, сделал контрольный выстрел и убил его уже в лесу. И продолжаем выпуск. Ваши предложения. Перспективы развития Иркутска до 2025 года обсудили накануне на Байкале. В дискуссии участвовали чиновники, ученые, предприниматели, общественники и студенты. Какими они видят город через 14 лет, об этом Енина Герцкина. Обсудить, как должен развиваться Иркутск на Байкал, приехали не только чиновники, но и представители бизнеса, науки и рядовые служащие. Три дня они работали в группах над проектами. Задача каждого не только повысить привлекательность Иркутска, привлечь туристов, но и привести финансовую выгоду и сделать город комфортным для проживания. По словам представителей администрации Иркутска, мнение участников крайне важно для создания стратегии развития столицы при Байкале. Чем больше будет осознанных людей, которые понимают, как город должен измениться и куда он должен двигаться, тем более город будет интенсивно и правильно двигаться. На суд экспертов участники представили как экологические разработки, так и инновационные. Среди них капитализация Байкальской воды, создание площадки для инновационных проектов в сфере деревопереработки, развитие туристического бизнеса. Акцент в части проектов был сделан на сохранение культурных ценностей и особенностей региона. По мнению экспертов, ключевым элементом будущей концепции развития все же станет экология. Это тема экологичности, куда потом увязываются и входятся очень многие направления. Там же инновационность и все инновационные разработки, которые сейчас уже есть у Иркутска. Там же коммуникационный центр, потому что очень многие компании, форумы и так далее будут заинтересованы в том, чтобы приезжать сюда и проводить здесь различные мероприятия. За этот год свое видение будущего областного центра озвучили строители, архитекторы, предприниматели, ученые, представители культуры и студенчества. Все перспективные проекты, предложенные ими, станут основой концепции развития города, которую представят на суд экспертов и общественности уже к концу этого года. Янина Герцкина, Вести, Иркутск, при содействии Пресс-службы городской администрации. Подготовка к выборам депутатов в Государственную Думу проходит спокойно. Об этом сообщили сегодня представители МВД Иркутской области. В день голосования, 4 декабря, порядок будут обеспечивать больше 8 тысяч полицейских. Привлекуты дополнительные силы, в том числе курсантов Восточно-Сибирского института МВД и бойцов подразделений внутренних войск. На сегодняшний день заканчивается обследование маршрутов для перевозки бюллетеней. На избирательном участке Иркутска их планируют доставить в пятницу. С этого момента круглосуточно там будут нестись службы полицейские. По словам начальника управления Организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Иркутской области Игоря Золотова, жалобы на проведение избирательной кампании поступают, но их намного меньше, чем в других регионах. Обо всех нарушениях можно сообщать по телефону доверия. Его номер 21 68 88. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 31 заявление, информация и обращение, касающееся нарушения предвыборного законодательства. По 27 из них проведена проверка. Возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. Составлено 10 административных протоколов. У них нет конкурентов во всем районе. Школьники поселка Куйтун организовали свою музыкальную группу. С концертами они гастролируют по всей области. Что мешает совершенствовать мастерство? Об этом Наталья Сальникова. Чтобы все зазвучало как нужно, не мешает проверить микрофоны и чуть-чуть подстроить инструменты. Это будет джемстейшн. Называть просто концертом такие импровизации здесь не принято. Играет те, кто в зале. Возраст, впрочем, как и уровень музыкальной подготовки, значения не имеет. Главное – вдохновение. Разыграться удается не с первой мелодии. Акустика в стареньком зале Куйтунского дома творчества «Некудышная», говорят юные музыканты. Все они участники группы «Пульс». 30 лет назад ее организовал Александр Наумов. Время изменилось. Интересы детей тоже. Но педагогу дополнительного образования и сейчас удается увлечь ребят тем, что когда-то тронуло и его. Он учит и играть, и понимать музыку. Ну, нечаянно так все это возникло, и вот до сих пор продолжаем дурить, играть. Машу Назарову к музыке потянула еще в детстве. Пробовала себя и в танках, и в пении, но реализоваться удалось лишь в группе. Девушка играет здесь на всех инструментах. Недавно освоила даже ударную установку. Теперь она тут держит пульс. Барабан – это сам по себе такой инструмент, когда у тебя накапливается негативная энергия, ты можешь прийти просто, и она исчезает сам по себе, когда ты начинаешь играть. Они играют рок, техно, старую советскую классику, не пренебрегают и попсой. Главное – это живая музыка. В группе занимаются более 20 школьников, репетируют каждую неделю и, кстати, на своих инструментах. У Григория, например, электрогитара. Ее стоимость – 40 тысяч рублей. Для небольшого поселка – огромные деньги. У кого какое хобби есть, кто просто сидит дома, кто там гуляет где-нибудь, кто, как большинство молодежи, в компьютере зависает и тому подобное. Музыка – это мое увлечение, хобби. Это как бы стима моей жизни. Во всем районе конкурентов у пульса нет, зато появились поклонники. С концертами группа ездит по соседним городам и поселкам, чтобы дети почувствовали себя настоящими артистами. Гастроли устраивает руководитель Александр Наумов. И все это тоже за свой счет. Самый сложный вопрос – отсутствие аппаратуры. То есть дети уже из штанов, как говорится, из маленьких выросли, что-то могут и показать, но не на чем. Наша цель, в первую очередь, привлечь детей. Лучше пусть они здесь играют, чем, я думаю, носиться по улице. Наталья Сальникова, Роман Васюхин. Вести Иркутск. Поселок Кутун. Взяла красотой и мастерством. Элла Андрусова из Иркутска завоевала золото чемпионата Европы по танцу живота. Это не первая победа сибирячки на международных конкурсах. Как ей это удается, расскажет Татьяна Соловьева. Ее танго ревности покорила жюри. Иркутянка Элла Андрусова стала обладательницей золотой медали на чемпионате Европы по шоу-болидансу. Проще говоря, в произвольной программе танца живота. Профессионализм россиянки и страстная музыка из популярного кинофильма «Мулин Руш» принесли ей победу. Не последнюю роль сыграло и алое платье. Его Элла придумала и сшила сама, как и все остальные свои костюмы. Наряд для восточных танцев, признается чемпионка, очень важен. Он помогает сделать образ цельным. Идеи могут появиться от чего угодно. Например, я иду, вижу снежинка красивая. У меня уже мысль какая-то появилась. Или по телевизору что-то увидела, какое-то животное необычное, которое как-то движется. И мне хочется, например, сделать танец, например, в шкуре пантеры. Первенство Старого Света проходило в Калининграде, в столице Янтарного края. На высшую ступень педестала почета Элле Андрусовой удалось подняться дважды. Иркутянка стала сильнейшей и в номинации «Классический восточный танец». В составе сборной России наша танцовщица выступает уже 4 года. Этот сезон оказался для Эллы самым удачным. В мае она завоевала титул чемпионки мира. В ноябре ей покорилась и Европа. Секрет победы, признается Элла, представить в зале самого любимого человека и танцевать для него. Другие приметы и талисманы не помогают. Раньше возила игрушку, потом проиграла, перестала возить. А сейчас, ну, просто концентрация, просто собраться. Никогда не смотрю на участниц, которые танцуют до меня. Никогда. Если это полуфинал, то не смотрю вообще ничего. Потому что все внутри. Надо настроиться на танец и выдать то лучшее, к чему ты готовился. Тогда ты победишь. Вернувшись в Иркутск, в балетном зале она опять проводит по 8 часов в день. На отдых времени нет. Ведь есть еще одна непокоренная вершина. В фольклорной программе на чемпионате мира, прошедшей весной, Элла стала второй. В мае 2012 года ей вновь хочется станцевать золотой танец. Татьяна Соловьева, Глеб Южаков, Вести Иркутск. Открытый турнир по карате Кубок Сетокан завершился в Иркутске. Участвовали более 150 спортсменов из Братска, Ангарска, Уссулисбирского, а также Забайкальского края и Бурятии. На соревнованиях разыграли 30 комплектов наград. Так в казах среди взрослых победу одержал Михаил Мунатов, а в кумите Иван Сафронов в категории до 75 килограммов. В абсолютной категории среди девушек по ката и кумите первое место у Дарьи Плотниковой. В золото и серебро в командном кумите завоевали спортсмены Иркутской области. На турнире искусства владения японским мечом продемонстрировали представители Байкальской федерации Кандо, чемпионы России и члены национальной сборной. Детей, все большее количество людей занимается этим видом спорта. И соревнования подобные этому проводятся в городе Иркутске девятый раз. И, конечно, динамика привлечения спортсменов из других регионов, динамика развития у нас в регионе этого направления для нас очень важна. Я занимаюсь КВТ, чтобы защищать маму и папу из-за боевых медалей. На этом все. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА